Снегопад завершился. Борьба с его последствиями продолжается. Без лопаты здесь вообще никак. Слой был вообще, можно сказать, даже такой вот большой. К расчистке территорий присоединяются горожане. Больше суток стояли на трассе. Давно? Давно. Покушайте. Спасибо большое. Добровольцы развозили еду водителям большегрузов. От влажности испортились напольные покрытия и межконнатные двери. Линолеум никакой. Дверь в туалет не закрывается. Вот сам Вики, да? Материальный ущерб терпят жители Чебинской 5 из-за порыва сетей горячего водоснабжения. Большая протяженность и немалые вложения. Отремонтируют ли дамбу на Красном Ключе в этом году? Об этом и не только прямо сейчас. В прямом эфире Нижнекамские новости в студии Вера Виртс. Здравствуйте. Снегопад завершился, а вот борьба с его последствиями в городе продолжается. Специалисты приступили к расчистке завалов. В первую очередь в порядок приводят дорожное полотно центральных магистралей. Значительные силы брошены на расчистку остановочных павильонов и общественных пространств. В свою очередь власти города попросили горожан воздержаться от поезда к наличным транспорте. На многих участках ситуация остается сложной. Ну, сейчас, да, думаю, что поездил лучше бы. Но в период обильных снегопадов автомобиль Андрея Хренова стоял во дворе. Сегодня утром это была не машина, а сплошной сугроб высотой в несколько метров. За час интенсивной работы мужчина расчистил лишь переднюю часть автомобиля. Без лопаты здесь вообще никак. Слой был вообще, можно сказать, даже вот такой вот большой. Как бы и приходится только лопатой здесь работать, а метелка уж точно не поможет. Вот, как бы так. Ну, целый час уж точно прошло уже. Уже и так уже устал весь. В эти дни точно не позавидуешь коммунальщикам, особенно дворникам. На них выпала колоссальная нагрузка. Но один на один со стихией их нижнекамцы не оставили. Жители многих дворов вышли на помощь. Продолжают горожане помогать и сегодня. В основном расчистка идет вручную. Где-то, конечно, помогает техника домоуправления и управляющих компаний. А вот машины МУП КПБ сейчас задействованы на расчистке остановок, подъездов к социальным учреждениям, парковочных карманов, пешеходных зон. Работы много, говорят специалисты. На расчистку одной остановки уходят около 40 минут. С трудом, но наводить порядок удается, говорят механизаторы. Кстати, принцип работы у них довольно простой, но очень правильный. Не ленится? Поддержку во время снегопада оказали промышленные предприятия города. Их сегодня во время делового понедельника отдельно поблагодарил Роман Булатов. Также руководитель исполкома НМР рассказал, как планируется действовать дальше. Со вчерашнего вечера, когда снег остановился, вернее, мы уже чистой солью обрабатывали дороги, для того, чтобы не допустить колейности, даже если где-то она есть, то не такая существенная. Дальше уже будем гридерить, соответственно, колейность сдирать. Но сейчас, я говорю, в приоритете у нас пешая доступность пешеходная и возможность проезда общественного транспорта. Все ближайшее время коммунальщики будут работать в усиленном режиме. Навести порядок в городе планируется в кратчайшие сроки. Александр Халин, Александр Лихачев, Новости НТР. Около 250 автомобилей из-за погодных условий были вынуждены остановиться на трассе в Нижнекамском районе. В связи с введенным планом «Буран» ограничили движение для большегрузов и автобусов. Больше суток водители ожидали в своих машинах, когда вновь разрешат движение. Нижнекамские волонтеры и исполком решили помочь путникам, застрявшим на трассе. Они разносили водителям горячее питание. Друг за другом водители большегрузов выстроились на обочине дороги недалеко от села Большое Афанасово. Всех их в пути застала непогода. Дальше ехать нельзя. Многим пришлось больше суток пережидать метель в пределах своей кабины, которую не покинешь. Поддержать людей в такой ситуации решили местные волонтеры и представители духовенств. Каша, хлеб, пирожки, вода, немного сладостей добровольцы обходили кабины по несколько раз. Вот наши прихожанки Покрова Божьей Матери собирают горячие обеды для дальнобойщиков и людей, которые из-за погодных условий застряли на трассе М7 и на других дорогах. Вот супы, первый, второй, горячие обеды, хлеб, воду разливают. В Нижнекамске стоим сейчас. Ребята приезжали, волонтеры привезли покушать. Баллон газа, гречка, два яйца, два хлеба, пирожок, батончик шоколадный. За что огромное спасибо. Не от того, что столько привезли, а от того, что вообще занимаются этим благотворительным делом, хорошим делом. Так что ребята молодцы, все, кто причастен к этому, всем здоровья. Метель накрыла Татарстан в пятницу. На трассе видимость достигала всего 500 метров. В некоторых местах и того меньше. На многих трассах было ограничено движение для грузовиков и автобусов, а на некоторых для всех видов транспорта в целях безопасности. Здравствуйте! Например, эти девчонки ехали на вокальный конкурс из Уфы в Казань. В Нижнекамске их остановили сотрудники ГИБДД. К сожалению, нас в пути застала погода, которая не позволила нам до конечного пункта добраться. И мы оказались в городе Нижнекамске. Я хочу выразить огромную благодарность администрации города, дорожно-патрульной службы, которая нас сопроводила непосредственно на место ночлега, так как мы с детьми не имеем права перемещаться в ночное время. Надеюсь, что всё будет хорошо. Ночевать юным артистам пришлось здесь. По решению исполкома города, детей и сопровождающих взрослых разместили в лагере «Чайка». Предоставили всё необходимое, организовали горячее питание. Мы тут вообще самые счастливые дети. Вот это самое главное. Самая главная эмоция. Эмоции хорошие. Главное, что мы вместе. Решение было принято о введении плана «Буран» на территории Нижнекамского муниципального района. В соответствии с этим будет организовано горячее питание всех водителей крупнотоннажной техники. Сейчас на территории Нижнекамского муниципального района находятся около 250 автомобилей. Сейчас будет развезено горячее питание. Принимать все необходимые меры для решения данной проблемы. И также не забыли про водителей фур. Им тоже от администрации Нижнекамска были вручены сухпайки и вода. Спросили, как себя чувствую, самочувствую. Дороги, потому что плохие. Поэтому такое... Что они сейчас спросили? В общем, что не спрашивали. Аккуратненько приезжайте. А вы откуда, куда поехали? Я из Уфы у Владимира. Сейчас вроде как операция «Буран» сейчас с вами? Да, сейчас заметено, что аккуратно, потихонечку я устал, допустим, отдохнуть, поспать и дальше поехать. Не думал, что даже так поздно вечером будут раздавать, что-то ходить. Для водителей такой добрый жест от нижнекамцев стал настоящей неожиданностью. Никогда такого еще нигде не было, говорили люди. Мужчинам было приятно внимания и участие горожан. Уже в воскресенье, когда метель улеглась и дороги расчистили, ограничение было снято. Дальнобойщики продолжили свое движение. Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Из-за метели и снегопада в Татарстане несколько дней были закрыты для движения федеральные автодороги. В результате большегрузы с товарами не смогли вовремя привезти продукцию в магазины. К воскресенью полки с отдельными категориями продуктов опустили. Сейчас движение по М7 и М5 восстановлено. Предприятия начали отгрузку и доставку товаров в распределительные центры и напрямую в магазины. Вскоре ассортимент будет восстановлен. Непогода едва не стала причиной гибели животных. Территорию приюта для бездомных собак «Добрые руки» сильно занесло снегом. Вольеры, их там более 20 и еще около 60 будок, почти по самому крышу оказались в сугробах. Руководитель учреждения обратилась за помощью. Отозвались волонтеры, те, кто приезжал постоянно и те, у кого оказалась возможность это сделать. Десятки человек на протяжении всех выходных откапывали собачьи домики. Сами животные не пострадали. Поддерживали неравнодушные горожане животных во времени погоды и материально. Кто-то привозил корма сухие, кто-то привозил мясо, кто-то крупы привозил, кто-то спрашивал, как помочь. Кто-то не мог помогать, переводили деньги. Привозили пластиковую посуду. Сейчас то мороз, то холод пластиковая посуда трескается. Железное прилипает к языкам, железное нельзя. Также ветошь. Сильная метель и снегопад резко сменились похолоданием. С утра сегодня температура воздуха снизилась до минус 16 градусов. Днем мороз окреп. Все снежные заносы, сугробы тут же замерзли и стали жесткими. Сегодня ночью подморозит чуть сильнее. Согласно прогнозу погоды, уже в среду столбики термометров снизятся до минус 10. В Нижнекамске вновь открылась ледовая переправа по Каме через Покровское. Она временно была перекрыта из-за метели и снегопада. Специалисты с воскресенья 21 января вели работы по расчистке переправы и подъездных путей к ней. Подъем почищен. Сама переправа функционирует. Другой проезд, новый Закамский, Соколки, также работает. Я напоминаю, что медиахолдинг НТР24 есть во всех социальных сетях. Выпуск новостей в прямом эфире можно смотреть и в нашем телеграм-канале НТР24.ру. Он, как и на телеэкранах, начинается в 19.00. Там же ведется круглосуточное обещание телеканала «Татарстан-24». Угрожал устроить теракт в нижнекамских школах. Информация с таким содержанием стала распространяться в минувшие выходные в городских пабликах. И мессенджерах. Неизвестная писала о якобы готовящемся теракте на территории учебных учреждений города. Что вызвало панику среди родителей учеников и воспитанников детских садов. В администрации Нижнекамска пояснили, что злоумышленник распространял фейковую информацию. Сейчас данный вопрос находится под жестким контролем правоохранительных органов. Кстати, в прошлом году уже был случай распространения ложной информации в некой группе «Нижнекамская игра». Сейчас автор канала под следствием. Ему грозит до 8 лет лишения свободы по уголовной статье «Публичное распространение заведомо ложной информации». Столб пара выше пятиэтажного дома. Очередной порыв на сетях горячего водоснабжения произошел у дома «Чибинская-5». Квартира жителей заволокла паром. В некоторых подъездах пропал интернет и телевидение. От сильной влажности испортились напольные покрытия и межкомнатные двери. Подробнее о ситуации в материале «Холма Закашаева». Металлическая крышка-колодца весом 50 килограмм едва сдерживает поток пара. Столб которого стремляется высоко вверх, примерно на уровень пятиэтажного дома. При этом окутывая собой и соседние дома. Крышки прыгают уже до такое давление, что сегодня ночью получилась такая ситуация. Машина, техника стоит уже с полдевятого, но никто сюда не подъезжает, никто ничего не делает. Кого они ждут, непонятно. Прямо у дома Чебинска-5 сегодня рано утром произошел порыв на сетях горячего водоснабжения. Парение продолжалось до самого обеда, пока участок трубы не отсекли. Парение возле дома Чебинска-5 происходит уже не первый раз. Продолжается все это с осени, но в таких масштабах, как сегодня, это вот началось именно сегодня в 4 утра. И именно этот влажный спертый воздух многих жильцов и разбудил. Сегодня некоторые жители дома практически не покидают двор. В надежде, что начнутся наконец работы по устранению порыва. Заптоплен подвал дома. Мария Мочатакова показала нам, что происходит в подъезде. Там тоже все в пару. Щиток парит, вода течет. Боимся. Напряжение моргает. Микроволновку уже как бы боимся включать, потому что не нагревает, она не греет. У женщины на первом этаже живет мать, труженик тыл. Ей 93 года, и она практически всегда в теплой одежде. В квартире больше недели нет отопления и горячей воды. Здесь, видите, везде все испарено. Все вытирать надо. С окошков все уже течет, потому что и оттуда упарит, и оттуда выпарит. Парение тоже доставило немало проблем из-за периодических порывов и обильной влажности. Квартире был нанесен немалый ущерб. Вот они нам линолеум уже с сентября еще не поменяли. Там все доски уже, как говорится, рушатся. Линолеум никакой, дверь в туалет не закрывается. Вот сам видите, да, она еще больше не закрывалась. Сейчас вот опять, более-менее она уже начинала как бы нормально. Сейчас опять не закрывается. В соседнем доме, Чебинская-3, в трех подъездах пропал интернет и телевидение. Приехавшие на осмотр мастера от компании-провайдера констатировали, что виной всему парение и приступить к устранению проблем получится только после того, как оно прекратится. В настоящее время бригады работают, определяют место порыва. И очень надеемся, что сегодня до конца дня все восстановим. По словам представителей водоканала, лопнула соединительная труба. Именно то место, где сходятся линии ГВС и отопление. А вот о покрытии ущерба людям в предприятии тактично промолчали. Судя по всему, решать это придется жителям через суд. Нелегко приходится рабочим, которые постоянно устраняют порывы на этом участке, и жалуются, что вместо капитальной замены труб им приходится лотать сети кусками. Получается так, что пока ремонт идет в одном месте, новый порыв появляется рядом. Жители домов намерены искать правды и уже готовят иски в суд и обращение в прокуратуру. Алмазка, шеф Максим Длипин, новости НТР. В этом году будет дан старт ремонту дороги на Красноключинской дамбе. Как рассказал руководитель исполкома НМР Роман Булатов, весь участок от развилки на понтонный мост до деревни Ильинка вошел в госпрограмму по ремонту подъездных дорог к садам-огородам. Он отметил, что дорога имеет большую протяженность и требует немалых вложений. Поэтому все ремонтные работы планируется провести за три года. Ремонт первого участка автодороги протяженностью 700 метров будет проведен в этом году. В 2025 запланировано отремонтировать еще чуть более километра. И в 2026 году выполнить третий этап, завершив реконструкцию полностью. Если у вас есть важная или интересная информация, ждем ваших звонков на номер 40 0770. Напишите нам через сайт ntrdefis24.ru или по WhatsApp на номер 8 917 93 73 077. Добрая снежная история произошла в школе-интернате «Надежда». К очистке огромной территории подключились работники подрядных организаций «Нежникамснефтехима». Мужчины, узнав, что реабилитационному центру необходима рабочая сила, решили не оставаться в стороне. Взялись за лопаты и дружно расчистили снежные завалы. У нас машина с продуктами заезжает. Вот эту территорию нужно все почистить. Обильный снегопад прибавил хлопот работникам школы-интерната «Надежда». У забора вырос огромный сугроб, да и дорожки утонули под толще снега. Все выходные сотрудники пытались справиться своими силами, но все было тщетно. Савияха Юркаева охранник говорит, кидать снег приходится каждую смену. Тяжело, надеваться некуда. Детям нужно обеспечить комфортные условия. Благодарна. Спасибо им. Вот мне сегодня свое дежурство. Легче будет. Они помогают. На помощь поспешили работники подрядных организаций «Нежникамснефтехима». Один из них, Эльшат Рагимов, принимает участие в строительстве нового этиленного комплекса. Уже полтора года работает здесь сварщиком. Говорит, что за свои 55 лет такое обилие снега видит впервые. Для него это настоящий праздник. Расчищает снег с огромным удовольствием. Для меня тоже интересно. У нас редкий случай, когда снег. Когда снег, у нас значит праздник. Вот так. Ну, с каким настроением пришли сегодня помогать? Ну, если это детский дом, с удовольствием. Потому что дети наши будучи. За это ничего не жалко. Так что, несмотря что в выходной, все равно пришли помогать. Подключилась к уборке снега и директор центра. В первом корпусе снегоуборочной техники нет. Спасают лопаты. Сейчас надо обеспечить пути подхода. В этом корпусе занимается 23 ребенка в дошкольной группе. Проживает три мамы с детьми. И каждый день на реабилитацию приезжает более 40 ребятишек. Необходимо расчистить пути для машин, чтобы привозили продукты. Ну, и для того, чтобы родителям детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, было удобно добираться до крыльца. Сейчас нам необходима очень помощь, которую мы попросили у предприятия Нижнекамск-Нефтихимсибур. Они нам предоставили помощь. Мы за это очень благодарны. Спасибо большое. За четыре часа была очищена огромная территория. Благо, прекратился снегопад. Теперь школа-интернат готова принять своих воспитанников. Вера Муратова, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. В Нижнекамском районе началась серия сходов граждан. Первое мероприятие такого рода прошло в Каинлинском и Шенгальчинском сельских поселениях. Ежегодно на собраниях подводятся итоги работы и обсуждаются планы на предстоящие месяцы. А также принимаются проекты по программе самообложения. Это могут быть вопросы уличного освещения, состояния дорог, безопасности, создания общественных пространств и многое другое. Фермерам на встрече расскажут о программах государственной поддержки. Всего с 18 января по 15 февраля пройдет 16 таких встреч. Рыба, которую должен попробовать каждый в Нижнекамске, снова началась торговля камчатскими деликатесами. Павильон расположился у торгового центра «Панорама». Здесь ценители морских изысков смогут приобрести царицу морских глубин Чивычу, белорыбицу, которая тает во рту и много других даров океана. Брюшки понравятся тем, кто любит рыбу пожирнее. В этих лакомых кусочках очень много витамина Д3. На витринах исключительно ценные породы рыб. Чавыча – царь среди лососевых. Мясо этого деликатеса очень вкусное и нежное. Белорыбица занимает первое место среди осетровых. Режется на тонкие пластинки и хорошо подходит к бутербродам. – Нравится рыба вам? – Нравится. – А чем нравится? – Ну, мягкая, вкусная. Мне вот тот раз брала. Жало, когда они приедут. Кто любит остроту вкусов и красивую подачу, есть продукт и для вас. Рулет из тунца и белуги. Филе рыбы выложено в шахматном порядке. Вкус поистине великолепный, с притягательным ароматом копчения. Любители морских изысков уже давно полюбили дары Камчатки. – Почему именно чавычу взяли? – Потому что вкусная она. – А чем еще нравится? Какую рыбу еще пробовали? – Да, всю пробовал. – Ну, как она вам? – Ну, вкусная какая. – Жирненькая, да? – Да. Куда же без икры. Тем более, тут она превосходная. Икринки чавычи, эталон, крупные яркие зерна, насыщенный вкус и рассыпчатая структура. Продукция качественная и свежая. Павильон вы найдете у торгового центра «Панорама». Торговля будет вестись до 28 января включительно. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее информация рекламного характера и прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Будьте аккуратны на дорогах города. С 22 по 24 января в Нижнекамск приезжает ярмарка из Пятигорска. Мы привезли именно те модели, которые пользуются спросом у нижнекамских модниц в этом сезоне. Норковые, мутоновые, шубы из бобра, каракуля, дубленки. Качественный фабричный пошив наших изделий гарантирует, что новая шубка или дубленка будет радовать вас не один сезон. Вот это бобер у нас идет. Он легкий, облегченный. Есть молодежный, есть по старшим можно надевать. Вот такие вот разные цвета есть. Графит, мока есть, коричневый есть. И в наступившем году мы продолжаем вас радовать приятными ценами на представленный ассортимент. На нашей выставке вы сможете приобрести теплые и модные мужские и женские унты от 5000 рублей. И это еще не все. При покупке шубы принимаем старые шубы. От 5 до 15 тысяч на мутон, на дубленки, на бобра. От 15 до 30 тысяч идет на норку на скидки. Ярмарка шуб из Пятигорска находится в торговом центре «Барс-3» на первом этаже. Работает с 9 утра и до 18 часов вечера. Оцените первыми эксклюзивные новинки сезона «Зима-2024» от производителя. Светлана Шумкова, Александр Лихачев. Новости НТР. Светлана Шумкова, Александр Лихачев. Новости НТР. Светлана Шумкова, Александр Лихачев. Новости НТР.